У многих родителей, да и самих призывников возникают вопросы по поводу специальной военной операции на Украине. Чтобы поставить все точки над им, мы встретились с подполковником Сергеем Варламовым. Он начальник отдела подготовки призыва военного комиссариата Чулябинской области. Мой коллега Дмитрий Бачко расскажет все подробности. Пожалуй, главный страх родителей призывников, они пошлют ли моего сына на территорию Украины. Ведь спецоперация идет прямо сейчас, одновременно с призывной компанией. Сергей Александрович, при каких-то условиях срочники могут оказаться на территории Украины? Военнослужащие по призыву проходят только службу в тех местах, куда они были предназначены, а в специальной военной операции военнослужащие по призыву не участвуют. На территории проведения военно-специальной операции проходят службу только военнослужащие по контракту и офицеры. На контракт, да, определенный срок должен пройти, это около трех месяцев. И если военнослужащий изъявил желание заключить контракт, соответственно, он уже с командованием воинской части заключает контракт и считается как военнослужащим по контракту. В разных регионах страны бывшие военные и резервисты выразили желание поехать на территорию Украины. К вам в военкомат приходили такие добровольцы? Ну да, обращения поступают, но это уже как бы добровольцы, это их решение о том, что они хотят выполнить воинский долг перед нашим государством. Есть такие, но поступают, соответственно, данные заявления мы рассматриваем и не воспрепятствуем. Большей части идут патриоты нашей страны, так как наше государство и Россия в целом и наши южноуральцы, они патриотичны. Согласно указу президента, семьи военных, погибших на Украине, должны получить выплаты в несколько миллионов рублей. Родственники южноуральских военных обращались за такими суммами? Этот указ работает, конечно, это однозначно, и военный комиссариат собирает все документы, соответственно, и направляет в воинскую часть там, где военнослужащий по контракту проходил службу. Ну и, соответственно, все денежные средства, которые положены, выплачиваются семьям погибшим, военнослужащим, родственникам и так далее. Все это работает в штатном плане он лежит. Причем, по словам военных, родственникам надо лишь прийти в военкомат и предоставить паспорт. Оформление документов и перевод денег армия возьмет на себя.